Как твое имя, отчество и фамилия? Меня зовут Жарыч Юрьевич Алекс Александрович. Туда, Юрский Михайлович. Скажи, пожалуйста, откуда ты приехал? Я в город Харькова. Где ты учишься? Я учусь в Нечевском училище. Юра, мы сейчас с тобой проведем сеанс. Только смотри, пожалуйста. Только на меня. В глаза мне смотреть. В глаза. Вперед. Сосредоточь все внимание на моей руке. И ты почувствуешь, что моя рука тянет тебя назад. Хорошо. Руки разверни. Вот так. Вот так. Ну, Юра, сосредоточься. Вот отсюда. Все напряжение на руки. Еще. Еще руки напрягаются. Еще напрягаются. Всю волю. Все твое горячее желание победить. Ты сейчас сосредотачиваешь на своих руках. Напрягаются руки. Все больше и больше напрягаются руки. Напряжение в руках. Еще. Еще напрягаются руки. Напрягаются руки. Еще. Смотри на руки. Смотри на свои пальцы. Пальцы напрягаются все больше и больше. Вот отсюда. Все напряжение сейчас перейдет. Вот сюда. На твои пальцы. Хорошо. Смотри на руки. Пальцы напрягаются. Ну-ка, Юра, сосредоточься. Я скажу. Три. И руки станут неподвижны. Ты не можешь двигать руками. Ты пытаешься шевелить руками, но руки твои неподвижны. Тебе трудно сделать тонкое дифференцированное движение. Руки неподвижны. А сейчас я сниму это состояние, и ты будешь говорить только громко и четко, свободно и легко, не боясь своего голоса, своей речи. Если ты сейчас можешь говорить так, ты на всю жизнь можешь говорить громко и четко. Внимание. На меня смотри. При слове три я снимаю напряжение с твоих рук и с твоей речи. Раз. Два. Три. Громко и четко. Я могу говорить. Давай. Я могу говорить. Я могу говорить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорога от станции шла через Игнатьева Поворачивала в сторону следу изгиба вороны В километре от хутора, где мы жили тогда До войны каждое лето И через глухой дубовый лес Уходила дальше, на том шино Обычно мы узнавали своих Только тогда, когда они появлялись Из-за широкого куста, возвышающегося Посреди поля Если он от куста свернет в сторону дома То это отец Если нет То это не отец И это значит, что он не приедет уже никогда Простите, девушка, я на том шино правильно иду? Вам не надо было от куста сворачивать А это что? Что? Ну, что вы здесь сидите? Я здесь живу Где? На заборе живете? А я не понимаю, что вас интересует? Дорога на том шино или где я живу? А, здесь дом Представляете, взял с собой все инструменты, а ключ позабыл У вас, случайно, не найдется гвоздика или отвертки? Нет Нет, нет у меня гвоздика А что вы так нервничаете? Дайте руку Да дайте, я же врач Ну? Вы мне мешаете, я не могу сосчитать Ну что, мне мужа позвать, что ли? Да нет у вас никакого мужа Кольца-то нет Где кольцо обручальное? Хотя сейчас редко кто носит Старики разве? А папиросу вас можно попросить? А почему вы такая грустная? А? Я не понимаю, почему вы так радуетесь? Да знаете, приятно упасть с интересной женщиной А знаете, вот я упал И такие тут какие-то вещи Корни, кусты А вы никогда не думали? Вам никогда не казалось, что Растения чувствуют Сознают Может даже постигают Деревья Орешник вот этот Это ольха Да это не важно Никуда не бегают Это мы все бегаем Суетимся Все пошлости говорим Это все от того Что мы природе, что в нас не верим Все какая-то Недоверчивость Торопливость, что ли Отсутствие времени Чтобы подумать Послушайте, у вас что-то А, ну-ну-ну Я это уже слышал Мне это не грозит Я же врач А как же палата номер 6? Так это же он все выдумал Сочинил А знаете что? Приходите к нам в Тамшино Послушайте У нас там даже весело бывает У вас кровь Где? За ухом С другой стороны А Ухо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-х Свиданий наших каждое мгновенье Мы праздновали, как богоявленье, Одни на целом свете. Ты была смелей и легше птичьего крыла, По лестнице, как головокруженье, Через ступень сбегала И вела сквозь влажную сирень В свои владенья С той стороны зеркального стекла. Когда настала ночь, Была мне милость дарована, Алтарные врата отворены И в темноте светилась И медленно клонилась нагота. И, просыпаясь, будь благословенна, Я говорил и знал, Что дерзновенно мое благословенье Ты спала, и тронуть веки синевой вселенной К тебе сирень тянулась со стола, И синевою тронутые веки Спокойны были, и рука тепла. А в хрустале пульсировали реки, Дымились горы, брежели моря, И ты держала сферу на ладони хрустальную, И ты спала на троне, И, Боже, правой ты была моя. Ты пробудилась и преобразила Вседневный человеческий словарь, И речь по горло полнозвучной силой наполнилась, И слово «ты» раскрыла свой новый смысл И означало «Царь». На свете все преобразилось, Даже простые вещи, таз, кувшин, Когда стояла между нами, как на страже, Слоистая и твердая вода. Нас повело неведомо куда, Пред нами расступались, как миражи, Построенные чудом города. Сама ложилась мята нам под ноги, И птицам с нами было по дороге, И рыбы подымались по реке, И небо развернулось пред глазами, Когда судьба последу шла за нами, Как сумасшедший с бритвою в руке. Дуня! Ах ты, Господи! Дуня! Паша! Ну что же это? Паша! Пожар! Только не орите! Пожар! Ах ты, Санкин! Ну, попадись ты мне! А может, это не наш, Витька? А может, он там, а? Может, он сгорел? А Кланька где? А? Кланька! 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 Чего? Кланька! Кланька! Продолжение следует... 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 С утра я тебя дожидался вчера, они догадались, что ты не придешь. Ты помнишь, какая погода была, как в праздник, и я выходил без пальто. Сегодня пришла и устроили нам какой-то особенно пасмурный день и дождь, и особенно поздний час, и капли бегут по холодным ветвям, ни словом унять, ни платком утереть. Ну, Маш, Вить, ничего же не было, а? Все в порядке? Нет, ну это была просто дикая ошибка, мне даже тебе сказать неприлично. Ну, тогда чего ж ты плачешь? И что это меня вдруг кальнуло? Я даже видела, как оно набрано, как оно выглядит, это слово. Какое? Маш. Да. Хорошо. Это спирт. Тут немного, но все к делу. Ты же мокрая вся насквозь. Посмотри, на кого ты похожа. Чучело. Ой, действительно, я же все промокла. Господи. Так, я, пожалуй, пойду в душ. Я, пожалуй, пойду в душ. Где же гребенка? Боже мой. Ты знаешь, на кого сейчас похожа? На кого? На Марию Тимофеевну. Какую Марию Тимофеевну? На. Что на? Ты же гребенка ищешь, на. Слушай, ты можешь, наконец, нормально, какую Марию Тимофеевну? Ну, была такая Марья Тимофеевна Лебяткина. Сестра капитана Лебяткина, жена Николая Силовича Ставрова. При чем тут все это? Нет, я просто хочу сказать, что ты поразительно похожа на Лебяткина. Ну, хорошо. Допустим. А чем же именно я на нее похожа? Нет, все-таки, Федор Михайлович, что бы ты тут ни говорила. Что я ни говорила? Лебяткин, принеси воды. Лебяткин, подавай башмаки. Вся только разница в том, что братец ей не приносит воды, а бьет ее смертным боем. А она-то думает, что все свершается по ее мановению. Ты прекрати цитировать и объясни, я не понимаю. Боже мой. Да вся твоя жизнь. Это принеси воды, да подавай башмаки. А что из этого выходит? Видимость независимости. Да и ты же пальцем шевельнуть попросту не умеешь. Если тебя что-нибудь не устраивает, ты ли делаешь вид, что этого не существует. Или нос воротишь. Чистюля ты. Кто меня бьет, что ты такой огородный? Я просто поражаюсь с терпением твоего бывшего муженька. По моим расчетам, он гораздо раньше должен был бы убежать. О, Прометив. Я не понимаю, что он от меня хочет. А ты разве сознаешься когда-нибудь в чем, даже если сама миновато? Да никогда в жизни. Нет, это просто поразительно. Ведь ты же собственными руками создала всю эту ситуацию. Господи. Да если ты не сумела довести своего дражайшего супруга до этого твоего бессмысленного, эмансипированного состояния, то будем считать, что он вовремя спасся. А что касается детей, то ты определенно сделаешь их несчастными. Маша? Двуху! Ты встань еюродствовать! Маша? Маша! Маша, Маша, ну что ты, Маша, ну что ты и Богу, оставь меня в покое. Земную жизнь пройдя до половины, я заблудилась в сумрачном лесу. Субтитры делал DimaTorzok Ты что, забыла? Я всегда говорил, что ты похож на мою мать. Видимо, поэтому мы и разошлись. Я с ужасом замечаю, как Игнат становится все больше похожим на тебя. Да? А почему же с ужасом? Видишь ли, Алексей Александрович, мы с тобой никогда не могли по-человечески разговаривать. Даже когда я просто вспоминаю и детство, и мать, то у матери почему-то всегда твое лицо. А впрочем, я знаю почему. Жалко вас обеих одинаково. И тебя, и ее. Почему жалко? Игнат, не валяй дурака. Оставь стакан на место. А ты ни с кем не сможешь жить нормально. Вполне возможно. Не обижайся. Ты просто почему-то убежден, что сам факт твоего существования рядом должен всех осчастливить. Ты только требуешь. Это, наверное, потому что меня женщины воспитывали. Кстати, если не хочешь, чтобы Игнат стал таким же, как я, выходи скорее замуж. За кого? Ну, это уж я не знаю, за кого. Или отдай Игната мне. Ты почему с матерью не помирился до сих пор? Ведь ты же виноват. Я виноват? В чем? В том, что она внушила себе, что лучше меня знает, как в ней жить? Или что, в конце концов, может сделать меня счастливым? Тебя счастливым? Ну, во всяком случае, что касается матери меня, то я острее все это чувствую, чем ты со стороны. Что, что, что? Что ты чувствуешь острее? А то, что мы удаляемся друг от друга. И что я ничего не смогу с этим сделать. Слушай, Наталья, отвлеки его как-нибудь. Он опять начал рассказывать об Испании. Все заведутся, кончится все это скандалом. Хорошо. Ад. Я вот о чем тебя попросить хотела. У нас сейчас в квартире ремонт. Игнат очень хочет с тобой пожить неделю. Как ты на это смотришь? Ну, конечно, с удовольствием. Буду очень рад. Прекрасывая пора. Поставь его. Поставь его. Поставь его отрасль. Поставь его. Поставь его. Торо, торо, кога-монета, да у пасо и сэлометта и сэлометта! Что он говорит, Ангел? Он показывит знаменитого мотатора Паломо Линарес. Кетчушь! Ах, 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 ах! Так! Ну, хорошо, но вы Паломо Линарес. Ну, все хорошо, конечно. Но, что мне больше впечатлился, это встреча. Он не ловил, мой папа никогда ловил. Но мы встретились с глазами и чувствовавшись, что мы с двумя самыми. Я не знаю, что он думал. Я думал, что мы снова увидим, но я думаю, что он меня лидил с глазами. Но больше всего его взволновал последний вечер. Прощание. Весь город его провожал, все пели, плясали. Мать не могла провожать его, она болела. А отец стоял в стороне, пока все пели. Грустный какой-то и молчаливый. Когда он посмотрел ему в глаза, он понял, что они думают об одном и том же. Увидятся ли они когда-нибудь или нет. Вальдон был в Испании и ничего не понял. Луиса, а вам никогда не хотелось вернуться в Испанию? Мне? Я не могу. У меня муж русский и дети тоже русские. Ты иди в комнату... Луиса! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Входи-входи. Здравствуй. Евгения Васильевна, еще одну чашечку для молодого человека. Хорошо? Достань-ка, пожалуйста, тетрадь. Там, из шкафа, на третьей полке, с края. Да-да, спасибо. Ну-ка, прочти мне страницу, которая лентой заложена. Руссо в дижонской диссертации на вопрос, как влияют науки и искусство на нравы людей, ответил. Отрицательно. Нет, нет. Считай только то, что подчеркнуто красным карандашом. У нас мало времени. Несмотря на то... Ой, нет. Нет сомнений, что разделение церквей отъединило нас от Европы. И что мы не принимали участие ни в одном из великих событий, событий, которые ее потрясали. Но у нас было свое особое предназначение. Эта Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Для достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру. Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться. Положа руку на сердце, раз не находите вы чего-то значительного в теперешнем положении России, чего-то такого, что поразит будущего историка. Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя. Как литератор меня раздражают, как человек с предрассудками я оскорблен. Но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал. Из письма Пушкина Чаадееву, 19 октября 1836 года. Иди, иди, открой. Ой, я, кажется, не туда попал. Субтитры создавал DimaTorzok Иди. Эй! Да? Игнат, ну, как ты там? Все в порядке? Ага. Мария Николаевна не приходила? Да нет. Приходила какая-то. Не в ту квартиру попала. Ты бы там занялся чем-нибудь. Только хаоса не устраивай. Или позови кого-нибудь в гости. У тебя есть знакомые? Ребята, девочки? Из класса. Они... Да ну их. Я в твоем возрасте уже влюблялся во время войны. Такая рыжая-рыжая. И губы у нее все время трескались. До сих пор помню. За ней еще наш военрук бегал, контуженный. Ты меня слышишь? Субтитры создавал DimaTorzok А ты? Куда ты стрелял? Думаешь, я не видел? Ты вверх стрелял. А за это знаешь, что тебе? А чего я сделал? Как это чего? Там же никого нет. А если бы был? Где? Там ведь деревья. А если бы кто на дерево залез? Кругом. Кругом была команда. Ну чего, чего безобразить? Положи винтовку на место. Я и повернулся кругом. Устав строевой службы проходил? Проходил или нет? Кругом по-русски означает кругом. Именно то, что я сделал. Поворот кругом, как мне кажется, означает поворот на 360 градусов. Каких? Каких еще градусов, Асафьев? Кругом. На огневые позиции шагом марш. А я тебя за родителями отправлю. За какими родителями? За такими, какими надо. Что за огневая позиция? Не понимаю. А ну, ложись на мат. А Асафьев родители в блокаду померли. Гнивая позиция, это огневая позиция. Понял? Марков? Я. Определи основные части мельколи... Винтовки ТОС номер восемь. Приклад. Дула. Сам ты дула. А что ж тогда такое дуло? Что ж? Что ж? Сейчас гранату, быстрее! Граната, здесь граната! Асафьев, не надо! В угол! Куда? Широга! Убьет! 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 А еще ленинградец! Блокадник! Убьет! Убьет! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Есть только явь и свет Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете Мы все уже на берегу морском И я из тех, кто выбирает сети, когда идет бессмертие косяком Живите в доме и не рухнет дом Я вызову любое из столетий Войду в него и дом построю в нем Вот почему со мною ваши дети И жены ваши за одним столом А стол один и прадеду и внуку Грядущее свершается сейчас И если я приподнимаю руку Все пять лучей останутся у вас Я каждый день минувшего, как крепью Ключицами своими подпирал Измерил время землемерной цепью И сквозь него прошел, как сквозь Урал Я век себе по росту подбирал Мы шли на юг, держали пыль над степью Бурьян чадил, кузнечик баловал Подковы трогал усами, пророчил И гибелью грозил мне, как монах Судьбу свою к седлу я приторочил Я и сейчас в грядущих временах Как мальчик привстаю на стременах Мне моего бессмертия довольна Чтоб кровь моя из века в век текла За верный угол ровного тепла Я жизнью заплатил бы своевольно Когда б ее летучая игла Меня как нить по свету не вела Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Морося, а дети? Дети где? Алёшка, я скажу, что ты чужую книжку украл. Чего-чего? Скажу. А? Ну, чего ты? Иди, иди. Говори. Не скажу, я всё равно скажу. Марина! 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 Девушки отдыхают. 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 Какое это имеет значение? Ну, все-таки, чем он занимается? Ну, писатель. А его фамилия, случайно, не Достоевский? Достоевский. До сих пор ни черта не написал. Никому неизвестен. Лет сорок, наверное, да? Значит, бездарность. Знаешь, ты очень изменился. Так вот, бездарен ничего не пишет. Почему он пишет, только не печатается? Вон, полюбуйся. Наш дорогой двоечник что-то поджег. Теперь меня оштрафуют. Ты совершенно напрасно иронизируешь насчет двоек. Вот не кончит он школы, загремит в армии. Будешь ты оббивать пороги, освобождать его от службы. Причем стыдно будет мне. Это все плоды твоего воспитания, между прочим. Он не готов к армии. Кстати, ничего с ним страшного в армии не случилось бы. Ты почему матери не звонишь? Она после смерти тети Лизы три дня лежала. Я не знал. А ты же не звонишь. Она же должна была с тобой прийти в пять часов. А самому первый шаг трудно сделать. Мы ведь сейчас об Игнате разговариваем, кажется. Не знаю, может, я тоже виноват. Или мы просто обуржуазились. И буржуазность-то наша какая-то дремучая азиатская. Вроде и не накопители. У меня вон один костюм, в котором выйти можно. Частной собственности нет, благосостояние растет. Ничего понять нельзя. Ты что все время раздражаешься? У одних моих знакомых сын пятнадцать лет. Пришел к родителям и говорит, ухожу от вас. Все. Мне противно смотреть, как вы крутитесь и вашим, и нашим. Хороший мальчик. Не то что наш, балбес. Наш ничего такого, к сожалению, не скажет. Представляю всех твоих знакомых. Между прочим, не хуже нас. Он в газете работает. Тоже, кстати, писателем себя считает. Только вот все никак не может понять, что книга это не сочинительство, не заработок, а поступок. Поэт призван вызывать душевные потрясения, а не воспитывать идол поклонников. Что мне все-таки делать? Ничего я не понимаю. Как что? Замуж выходить. А ты не помнишь, кому это куст горящий явился? Ну, ангел в виде куста. Не знаю, не помню. Во всяком случае, не Игнат. Может, его в Суворовское училище отдать? А, Моисея. Ангел в виде горящего куста явился пророку Моисею. Он еще там народ свой вывел через море. Почему он мне ничего такого никогда не являлся? Мне с удивительной постоянностью снится один и тот же сон. Он будто пытается заставить меня непременно вернуться в те до горечи дорогие места, где раньше стоял дом моего деда, в котором я родился сорок с лишним лет тому назад, прямо на обеденном столе, покрытом белой крахмальной скатертью. И каждый раз, когда я хочу войти в него, мне всегда что-то мешает. Мне часто снится этот сон. Я привык к этому. И когда я вижу бревенчатые стены, потемневшие от времени, и полуоткрытую дверь в темноту сеней, я уже во сне знаю, что мне это только снится. И непосильная радость омрачается ожиданием пробуждения. Иногда что-то случается, и мне перестают сниться и дом, и сосны вокруг дома моего детства. Тогда я начинаю тосковать. Я жду и не могу дождаться этого сна, в котором я опять увижу себя ребенком и снова почувствую себя счастливым. Оттого, что еще все впереди, еще все возможно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 и Субтитры сделал DimaTorzok Ма, там открывай. Ну, с тобой. Здравствуйте. 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 Да и вы Надежда Петровна? А что, я вас раньше... Видите ли, я падчерица Матвея Иванова. Они, по-моему, дружили с вашим мужем. Матвея Ивановича? Какого Матвея Ивановича? Иванов, Матвей Иванович, врач. Он раньше жил здесь, в Завражье, а потом переехал в Юрьевец. А там он стал судебно-медицинским экспертом. А сами-то вы откуда? Из города. Мы, в общем-то, из Москвы, но в Юрьевце у нас комната. Мы эвакуировались прошлой осенью. А ты что уселся? Устал? Бомбежки в Москве начались. У меня двое детей. А здесь все-таки у мамы старые связи. А Дмитрия Ивановича сейчас нету дома. Он в городе. Перестань чесаться. Тысячу раз тебе говорила. Мне, собственно, вы нужны. У меня к вам маленький дамский секрет. Ну, проходите. Чего же здесь-то стоять? Потирайте ноги только. Маша полымала. Ты посиди здесь пока. Мы ненадолго. Ненадолго. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 А мы тазик подставим. А завтра утром я вам с собой курочку дам. Вы не думайте, это как призем. Вы знаете, я не смогу. Вот что значит наши женские слабости-то. Может, тогда Алешу попросим? Мужчина все-таки. Ну, зачем же Алешу? Тогда держите. Держите. Крепче держите. А то вырвется, всю посуду перевьет. Ну-ка. Ой, что-то мне все-таки... Ну! Ну?! А а а а а! А а а а а а! А а а а а а.. Продолжение следует... 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 Простите, вы что-то сказали? Оставьте меня в покое... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тебе кого больше хочется, мальчика или девочку? Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok